МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обладатель первого в белорусской спортивной истории олимпийского золота. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер БССР. Обладатель ордена Знак почета, почетный гражданин города Гомеля, неоднократный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, наконец, чемпион мира. Все это он, Леонид Григорьевич Гейштар. Сегодня в свои без малого 80, его график расписан по минутам на несколько месяцев вперед. А сам герой этого выпуска нашей программы не по годам резво поднимает пудовую гирю, а если снова садится в лодку, то гребет так, что позавидуют 20-летние. Родился и вырос Леонид Гейштар в Гомеле. В послевоенные годы ему пришлось нелегко. Его большая семья осталась без кормильца. Отец Григорий Михайлович в 1944 году погиб на фронте. Домик, в котором жил Леонид, стоял на берегу реки Сож. Каждый год с наступлением лета будущий чемпион весь день проводил на реке. Катался на лодке, купался, загорал. Лодку приобрели и на лодке стали ездить. В школу возил и так. И потом, впоследствии уже к лету, рыбу ловил так. Помогал уже мамаши так и потихоньку. И потом в школу. В школу я пришел уже 8 лет мне было. Что такое гребля на каное, Леонид впервые узнал в 1955 году, когда в район приехали настоящие спортсмены-канаисты. Он тогда осмелился попросить эту замысловатую лодку, но добравшись на неустойчивом судне до середины реки, перевернулся из-за набежавшей волны. Поехали, выехали где-то к середине реки, а в это время идет лопастной пароход, лопастной. А он же воду заводит, тянет. И мы туда в струю эту попали, переворачиваемся. Перевернулись. Перевернулись, на берег с лодкой приехали, подплыли, воду вылили. Кто-то же сказал маме, что Леонид перевернулся, она пробежала. Ну, потом я все-таки на стырь, второй раз пришел, взяли, и мне сказали, вот каное, весло, будешь садиться. Не показали, как надо садиться, как весло держать, что. Ну, ничего, вот, бери и иди. И ведь пошел. Навстречу спортивным вершинам. Олимпиада, Рим, озеро Альбана, 1960 год. Именно тогда произошло событие, которое изменило жизнь Леонида Григорьевича, а его имя золотыми буквами вписало в мировую спортивную историю. Все взоры на воду. Гонка на каное двойках. Наши грибцы хорошо зарекомендовали себя на этих экзотических лодках еще на Олимпиаде в Мельбурне. В Риме на каное двойки идут белорусские спортсмены. Гейштор и Макаренко. Вот они в белых шапочках неудержимо рвутся вперед, обгоняют венгров, итальянцев. Гейштор и Макаренко уже недосягаем их. Победа! Прибившим к нашему счету и эту золотую медаль. Пожалуй, ярче Олимпийского огня сияют счастливые лица победителей, долгие месяцы готовившиеся к сегодняшнему состязанию. Никому неизвестный экипаж грибцов на каное двойки из Советского Союза финишировал первым. На дистанции тысячи метров темные лошадки вырвали у итальянцев 3 секунды. Интересный факт. То, что эта победа достанется именно Леониду Гейштору, незадолго до события предсказала его мама. Футбол, это солнце, они с этим солнцем играли, мы, мальчики, играют как в футбол. Прыгают, бьют, ругают, подпрыгают. И что вы думаете? Она все это смотрела полностью сон, пришла в церковь и сказала монашке. Говорит, так и так. И монашка сказала, у вас такая будет радость, весь мир будет рады, рад быть, и вы будете рады. Они что-то понятие олимпийские, никто понятие. 60-е годы, даже ради у нас не было, не знали, что выиграли олимпийские игры. Но она подсказала за месяц, что выиграем олимпийские игры. И я когда приехал домой, мама этот сон и рассказала. Для нашей страны эта медаль особо дорога, потому что загребной Леонид Гейштар из Гомеля и его напарник Сергей Макаренко из Бреста добыли первое в истории Беларуси олимпийское золото. О том триумфе сегодня рассказывают и десятки артефактов в двухкомнатной квартире олимпийца. Он сохранил плавки, шапочку, весло, парадный олимпийский костюм, даже багажную бирку из римского аэропорта. Говорит, это нужно для истории. А еще не устают повторять, что для достижения результатов нужно много трудиться. Труд надо. Везде, понимаете, надо трудиться. Вот воспитание детей надо через труд, чтобы трудились дети. Вот тогда будет хорошо. И родители должны детей заставлять, чтобы на сегодняшний день ходить в спортивную секцию. Почему атрофируются мышцы? Мышцы атрофируются, тогда не можешь поднять. А может, если только надо болванку нести к станку, силу надо. Или даже косить сено, траву эту. И тоже надо. Все это надо через труд. И вот, понимаете, надо, чтобы дети и молодежь надо уважали старших, старших поколений. Потому что мы живем для будущего поколения. Вот мы живем, делаем, чтобы для будущего поколения, чтобы они знали. Но уважали старших, своих дедушек, бабушек, где бы они ни находились, троллейбусы, тронваи, где бы уважали старших. Завершив выступление в спорте, Леонид Григорьевич Гейштор 7 лет преподавал на кафедре физического воспитания в Гомельском государственном университете. Затем перешел на тренерскую работу в профсоюзную детскую спортивную школу. И сейчас он стремится передать весь теоретический багаж и практический опыт молодым спортсменам. А еще пишет книги и сохраняет активную жизненную позицию. Он всегда желанный гостя на многих мероприятиях. И не только спортивных. Субтитры создавал DimaTorzok